Детройт отчислил Джоша Смита, отчислил баскетболиста с 14-миллионным контрактом, что происходит далеко не каждый день в NBA. Так сразу, наверное, не вспомнишь, когда такое было последний раз. Что вдвойне удивительно, что Детройт, по сути, не получил от этого обмена никакой пользы. Он смог сэкономить на зарплате Смита какие-то жалкие, там 600-700 тысяч, которые выплатит Смиту Хьюстон. Хьюстон же, конечно, остался в плюсе, потому что ГМ, Рокетс, Моури хотели получить качественного четвертого номера еще в миссезоне, но тогда, к сожалению, не срослось с Крисом Бошем. Не срослось с Бошем за 20 миллионов, зато срослось со Смитом за 2 миллиона. Это хороший четвертый номер, который хорошо работает на подборе, который показывает успешную игру в защите. Но если смотреть на этот вопрос в ракурсе, стал ли Хьюстон ближе к завоеванию чемпионства, то, пожалуй, нет. Потому что у Смита нет того, пожалуй, чемпионского опыта, который прямо сейчас нужен этой команде. У нее есть костяк, у нее есть лидеры, но им нужен баскетболист, который может преподнести частичку такого какого-то успеха, какой-то уверенности в своих силах, которая может позволить Хардену и Ховарду еще ступить на одну ступеньку выше. Смит не такой игрок. Если говорить о регулярке, то да, Хьюстон, наверное, держит, может быть, на 10-15 побед больше, чем без него, но не продвинется он к завоеванию чемпионства с подписанием Джоша Смита.